Сколько он прослужит и что с ним будет через 3-5 лет? Японцы не делают ничего интересного. Популярные модели, которые выбирают сами китайцы. Поехали дальше, посмотрим, может там что-то по качеству получше будет. Самый частый вопрос и самое главное возражение у пользователей при покупке китайского автомобиля, это сколько он прослужит и что с ним будет через 3-5 лет. Друзья, на этот вопрос мы не можем вам ответить, к сожалению, потому что столько времени еще для этих автомобилей, новых автомобилей китайских, еще столько времени не прошло. Но мы смогли узнать мнение китайцев и каким автомобилям они больше доверяют. И сняли уже про это выпуск, собственно, и он уже доступен на нашем канале. Там такие модели марки, как Bio ID, GAC, Link ECO. И на дорогах Китая, по крайней мере в городе, в котором мы сейчас находимся, в Тяньцзине, на дорогах этого города много марок этих автомобилей. В такси они ездят, пробеги бешеные и машинки себя чувствуют хорошо. Поэтому, если еще не смотрели, пожалуйста, переходите после просмотра этого видео и смотрите популярные модели, которые выбирают сами китайцы. Но, соответственно, они и подороже. Как, допустим, если аналог провести параллель с японцами, как Toyota, Honda и Nissan, да, основные марки. Вот. Сегодня мы пришли в более доступный сегмент. Он не менее популярный. Как минимум, вот этот дилер, где мы находимся, это GILI, собственно, друзья. Приветствуйте. Вот машинки, которые продаются у дилера GILI здесь, в Китае. Они подешевле, но и на дорогах вот данного города Тяньцзине они встречаются пореже. Но все равно мы посмотрим, сколько эти автомобили стоят. И начнем вот сразу, не отходя от кассы. Рядом со мной стоят два GILI XINIO L. В России официально они продаются, как GILI Manjaro. Вот. И здесь у меня слева представлена бензиновая версия. 2 литра турбо, 235 лошадиных сил. На автоматической коробке переключения передач, полный привод. Хорошая, кстати, здесь представлена комплектация. 2 миллиона 300 тысяч рублей цена здесь за новый автомобиль именно в Китае. Хочу здесь сказать, что GILI именно на фоне конкурентов, которых я раньше упомянул, смотрится довольно простовато. Ну, честно. Если сравнить там предыдущие модели, которые мы вам показывали на нашем YouTube-канале китайские, то GILI смотрится довольно простовато. Ну и цена. За GILI XINIO L он практически, ну, самый дорогой автомобиль, из которых я вам сегодня покажу. И они делают какие-то бешеные скидки. Так как рядом стоит GILI XINIO L гибридный. Полный привод, полтора литра турбо, 150 лошадиных сил. Это подзаряжаемый гибрид. И вообще цена на него 2 миллиона 900 тысяч рублей здесь в Китае. Но сейчас они дают скидку распродажа, не знаю ли, что это. Его можно купить за 2 300. То есть по цене обычной бензиновой модификации. С чем связана такая бешеная скидка, я, конечно, не знаю. Но выглядит неплохо. У гибридной версии, видите, еще логотип GILI подсвечивается, чего нету, бензинки. Ну и по салону, как я и говорю, вот этот автомобиль, мне кажется, ну, самым богатым, собственно, из тех, что здесь представлены. Пожалуйста, 2 300, 2 900. Но если вы приедете прямо сейчас купить этот автомобиль, гибридный тоже будет стоить 2 300. Ну что, потрогаем, пощупаем. Смотрим. Здесь у нас электропривод передних сидений, водительская отъехала для моего удобства. Ну и исполнение салона, цвет. В принципе, все это выглядит неплохо. Качество. Блин, ну вот качество, я говорю, именно в GILI я начал вот прям придираться. До этого мы ездили по дилерам. У меня такого не было, что мне что-то не нравилось. Ладно. Собственно, 3 монитора. Один, скорее всего, тоже для пассажира. Развлекательные фильмы посмотреть. Подключать приставку, я думаю, в этом автомобиле нельзя. Потому что мы были у дилера, у которого прям там космолеты. Там можно и в приставку Xbox подключить, поиграть. Здесь как минимум 3 LED дисплея. LED дисплей приборной панели. Возвратный селектор, переключение передач. Кожный мультируль. Знаете, напоминает мне Genesis G80, G90. Мы привозили. Очень похож исполнение руля. Но строчка хорошо прошита, в принципе, что по сидениям. Вот говорю, мне прям, прям, почему-то кожа не нравится. Наполненность этих сидушек, она очень мягкая. Прям, знаете, какая-то изношенная подушка. И поддержки тоже, ну, какие-то вот вяленькие сильно. Ну, такое уже, вот прям чувствуется, что больше к эконом-сегменту. И вот я на что еще обратил внимание. Здесь беспроводная зарядка есть. Но я начал тут что-то шурелить. Раз, и резинка без проблем снимается. Я не знаю, зачем они это сделали. Вообще ни в одном автомобиле такого не видел. Вот. Ну, так вот, знаете, ничего не отваливается. Но вот материал чувствуется, что он дешевле, чем у тех автомобилей, которые мы смотрели в предыдущих выпусках. Но зато для задних пассажиров здесь достаточно места. Удобств, конечно, не куча. Всего лишь два подстаканника. И, судя по всему, нет, думал сенсорное управление климатом, но что-то на это не похоже. Много места для ног, для задних пассажиров. И также огромный багажник. В гибридную версию уже садиться не будем. Потому что принципиально по салону у них никакой разницы нет. Даже селектор такой же. Кстати, приходят покупатели в джиле тоже много. И вот сидят, курят. Курят прям в салоне. Очень удивительно. Они везде курят. Но вернемся к нашим автомобилям. Если нужен, собственно, полноразмерный джип, автомобиль побольше. Пожалуйста, это переднеприводный автомобиль. Тоже новый. Называется он, извиняюсь, подсматриваю. Потому что Хиньо Эль. Хиньо Эль. Автомобиль, получается, на внутреннем рынке Китая продается. И цена за такой автомобиль, он получается у нас 2-литровый на 215 лошадиных сил. 2 литра турбо-передний привод. Двигатель работает в паре с роботизированной коробкой переключения передач. Три ряда сидений, 7 мест. Сейчас на него тоже сказали скидка. И вот он стоит 1 миллион 600 тысяч рублей. Цена, конечно, только здесь, в Китае. Но, представляете, 1 миллион 600 тысяч рублей за полноразмерный джип. На 215 лошадиных сил двигатель. Большие колеса стоят. То есть, не выглядит он как-то скромно чересчур. Ему полный привод добавить. И вообще шикарно было. Комплектация, кстати, ну не самая топовая. У нас нету электропривода сидений, электропривода багажника. Но кожный салон, кожный мультируль. Опять же, LED-дисплей управления головного устройства. И LED-дисплей приборной панели. Возвратный селектор. Все по-современному. И также много места. Он довольно длинный вообще. Мне, может, это все уже не важно. 1 миллион 600 тысяч рублей. Вот самая главная новость для меня сегодня. Я говорю, вот, Манжаро, да, который Ксиньо Айль. Он самый дорогой в этом салоне. Все остальное там вроде как до 2 миллионов рублей. Слушай, ну места здесь прям много. Подсвет какая-то есть. Ага, включается. Темная обивка салона, темный потолок. Вот здесь на втором ряду 3 места. И еще третий ряд на 2 человека. Ну, либо убираем третий ряд. И получаем огромный багажник. Больше удобств каких-то тут супер нету. Много, три кармашка. Слушай, на впереди стоящих сидушках. Но больше никаких особенностей. Далее рядом стоит более компактный уже кроссовер. Это Geely Boyu Cool. Полтора литра. Турбо 180 лошадиных сил. Передний привод. И цена полтора миллиона рублей за новый, собственно, компактный кроссовер. По салону тоже неплохо смотрится. Но вот та же у меня придирка к качеству. Что я вот заметил у Geely. Качество как будто похуже каких-то глобальных конкурентов. И вот даже мониторы у всех автомобилей, которые я видел, китайских новых, я там пошевелю, подергаю что-то. Вот здесь вот этот монитор, LED-дисплей, этот головного устройства, он там чуть ли не ходуном ходит. Ну, может, тут, конечно, его расшатали, и не один я его дергаю. Но, как факт. Смотрится все неплохо по восприятию, там, руками кажется, что менее качество. Ну, к сожалению. Я почему-то думал, что у Geely будет качество на порядок выше, чем оно вот имеется в целом здесь представлено. Но полтора миллиона рублей, опять же говорю, самый доступный сегмент автомобилей, вот пока вот это Geely. Но, хоть он и компактный кроссовер, но места здесь на заднем ряду, ну, более, прям, чем, более, чем достаточно. И здесь вот хотя бы наполненность, знаете, сидушек получше, чем я вот сидел в Манжаро, да, в CUL. Здесь как-то все-таки вот все равно качественнее. Хотя автомобиль на порядок дешевле, на миллион рублей дешевле, собственно. Ну, и технические показатели у него не такие крутые, собственно. Дальше, друзья, у нас здесь стоит седан. К сожалению, не нарыл пока информации про него. Но вот седан выглядит неплохо, кстати. Хорошая комплектация, электроприводы сидушек, опять же, LED-дисплей. Один миллион триста тысяч рублей. Миллион триста. Называется этот седан Benrui Cool. Benrui Cool. Собственно, пожалуйста, миллион триста. Здесь цена на территории Китая. Более знакомый для вас автомобиль, еще один, название вы точно слышали. Это Geely Cool Ray. Здесь он называется Geely Benyu. Benyu. Benyo. И стоимость такого экземпляра один миллион триста шестьдесят пять тысяч рублей. Полтора литра бензиновый двигатель, 181 лошадиная сила, автоматическая коробка переключения передач и передний привод. Ну, собственно, такой же компактный кроссовер, как я вам показал до этого. Бонью Ку. Только Ку. И, кстати, вот здесь исполнение салона уже немного другое. И что касательно вот этого же монитора, здесь все как-то прочно. Здесь ничто ходуном не ходит. Довольно понравился мне по качеству. Плюс цена один миллион триста шестьдесят пять тысяч рублей. Мне кажется, цена-качество. Вот что касательно этого автомобиля. У Джили есть также семейные представители. Собственно, минивэн. Здесь у нас семь мест. И вот такой минивэн, который называется GIG. Джили GIG. Один миллион семьсот тысяч рублей. И еще один кроссовер. Хэтчбэк. Точнее, хэтчбэк. Мгрант С. Он обходится один миллион сто тысяч рублей. То есть и для молодежи, условно, хэтчбэк, и для семьи, и для людей, которые любят побольше машины, у Джили, в принципе, на каждого пользователя найдется автомобиль. И они в целом, как мы сегодня убедились, довольно доступны. Поехали дальше, посмотрим, может там что по качеству получше будет. Итак, я не мог пройти мимо дилера Чанан. Хотя здесь, на дорогах Китая, он довольно редко встречается. Поэтому можно сделать вывод, что его китайцы выбирают реже. Ну, это мое лишь предположение. Но не мог я сюда не зайти. Во-первых, потому что он в России у нас полюбился и стал популярен. Его продают, официалы продают несколько моделей. И, во-вторых, это довольно бюджетный автомобиль по сравнению с топовыми какими-то моделями, популярными в Китае. Вот. В целом, давай, погнали. Седан здесь стоит недорогой. Чанан Йода. Я извиняюсь сразу, если я неправильно произношу название. Вот. И он стоит здесь, в Китае, 1 миллион 300 тысяч рублей. Характеристики, к сожалению, я его не нашел. Но я вам 100% даю радио, что здесь полтора литровый бензиновый двигатель стоит. Потому что у Китая либо полторашка, либо двушка. И там гибрид, не гибрид, либо полностью электрокар. Здесь у нас точно не электрокар. Бензиновый седан, 1 миллион 300 тысяч рублей. И вот что касается качества, в сравнении даже с Джили, в седане за 1 миллион 300, вот этот же экран, да, похожий. Он так ходуном не ходит. Ну и в целом, в остальном, даже в самом там дешевом автомобиле, который в этом салоне представлен, все остальные, ну, составляющие, так сказать, автомобиля. Подголовник, сидушки, вообще в целом поддержки. Вот они уже довольно мощные. Больше внушают доверие. Далее у нас стоит уже мне знакомый. Это Чанан Юни Ви. Здесь представлена гибридная версия. От внешней сети можно подзаряжать батарею. Полтора литра турбо. И также может быть не гибридная модификация. Мощность 181 лошадиная сила. Такой седан уже побогаче, чем предыдущий. И стоит 1 миллион 900 тысяч рублей здесь, в Китае. Руль интересный, кстати, у Чанана сделан. Это прям не колесо. Приплющенный круг снизу и сверху. Вот. Качество деталей, кстати, обращу внимание, по сравнению с джили, в котором мы сейчас были, качество всех материалов уже на порядок выше. Ну, по ощущениям, да, на пощупать, подергать, все это как-то более богато смотрится. Ну и в целом Чанан, он, на наш взгляд, да, российского пользователя, он, что ли, какой-то более привычный. Не выглядит как-то по-китайски, так сказать. Поэтому, опять же, это еще одна из причин, почему я обратил внимание на эту модель. Дальше вот интересный автомобиль стоит, который, вот, кстати, продается официально у нас в России. Чанан Юникей. Это гибрид, опять же, подзаряжаемый. И под капотом у такого автомобиля в гибридной модификации это полтора литра турбо, 170 лошадиных сил. Стоит у нас в паре с двигателем, работает редуктор. И цена на такой автомобиль Юникей от 2400 до 2700 тысяч рублей. Плюс у него есть модификации двухлитровые. У, кстати, у гибридной модификации, которая здесь представлена, передний привод. А есть двухлитровые модификации с передним приводом, либо с полным приводом. И там двигатель уже работает в паре с автоматической коробкой переключения передач. Юникей, Юникей по салону, мне кажется, самым интересным автомобилем, который здесь представлен. Хотя дальше будет еще Юники, но там компактный кроссовер. Юникией, вот, мне, самому симпатизирует. Единственное, что здесь он стоит там 2400, условно. На выходе в Россию это уже порядка там 4-4,5 миллионов рублей. Так как автомобиль новый, непроходной, на него довольно высокая пошлина. Но все равно, даже если он там 4-4,5 обойдется, то, я думаю, он стоит своих денег. Получается, дальше мы идем, и у нас Чанан Юники, это первый Чанан, который мега популярным стал у нас в России. Также, насколько я помню, он продается официально, могу ошибаться. Но у него единственная модификация, это полтора литра передний привод, бензин, 185 лошадиных сил. Работает в паре с роботизированной коробкой переключения передач, двигатель внутреннего сгорания. И у него нету гибридных модификаций. И стоит здесь он, в Китае, собственно, 1 миллион 400 тысяч рублей. Они в Россию заходят примерно 2,6-3 миллиона рублей. Можно и подешевле. Конечно же, цена 1 миллион 400, это у нас за новый автомобиль. В хорошей комплектации. Его можно найти уже проходным, так как выпускается вообще он с марта 2020 года. В салоне он довольно дорого-богато смотрится. Есть беспроводные зарядки. И вот здесь начинается история, это бескнопочная. Потому что все управление идет с головного устройства. Два LED-дисплея. Также в Чанане тоже есть голосовое управление. Но, если вы знаете, опять же, китайский. Ну, несколько фраз выучили и условно открыли себе люк. Если у него есть, собственно, люк, панорамная крыша. Включили кондиционер и прочие вещи. И все это, ну, представляете, до 3 миллионов рублей, если получаете. Я думаю, тоже неплохая цена. Ну, и рядом у нас стоит еще один полноразмерный кроссовер. КС-75+. Выйдет он здесь, в Китае, если купить, 1 миллион 750 тысяч рублей. По характеристикам у него полтора-литровый бензиновый двигатель с автоматом. Передний привод. Также есть двухлитровые модификации на 229 лошадиных сил. Также с передним приводом. Кстати, я даже его еще не смотрел в салоне. Ну, тоже та же история. LED-дисплей, два штуки. Минимум кнопок. Довольно интересный, кстати, цвет салона. И рулевое колесо у него более привычное. Там не сплюснутое с двух сторон. Поэтому нашему пользователю, я думаю, этот автомобиль приглянется. А когда он станет проходным, и вообще, когда Чананы все станут проходными, у которых двигатель полтора литра, я думаю, их больше пойдет в Россию. Ну, как на примере ЮНИТИ. Пошлина минимальная. Везут сейчас под себя люди, потому что продавцы заплатят утиль сбор. Поэтому напрямую всегда выгоднее сейчас. Не знаю, думаю, будут брать. Выглядит, потому что это довольно качественно и не скучно. Багажник, кстати, вот у него еще огромный. Ну, полноразмерный кроссовер прям. ЮНИТИ, конечно, поменьше, но и подешевле. Напишите в комментариях, как вам Чанан. Потому что, ну, как по мне, я вот смотрю, он смотрится довольно привычно. Как многие современные автомобили японского, корейского производителя. Не напоминают прям космолеты какие-то. Что-то средненькое, что-то привычное, что-то знакомое. И я думаю, это найдет своего покупателя 100%. Китайцы такое ощущение, как будто придумывают новые марки, модели. Просто каждые, там, 2-3 месяца. Все знают про Чанан, верно? А вот то, что у него есть уже новое подразделение Dark Blue, этого уже мало кто знает. И вот здесь, во второй части здания, представлено 2 модели, собственно, нового направления. Dark Blue SL03. Это вот какой бирюзовый такой цвет автомобиля. И Dark Blue S7. Это уже машины, как выразился владелец салона, это уже премиальный типа класс. Премиальный класс концерна Чанан, собственно. И, ладно, седан, вот интересный экземпляр S7. Это у нас кроссовер, собственно, бензин плюс гибридная установка. Сколько здесь под капотом у него получается? Здесь под капотом полторашка. Полтора литра. Да, 45. Это мощность батареи. Объем батареи проезжает она на электрическом заряде 200 километров. 200 километров на полном заряде. То есть при полном заряде батареи, также есть возможность подзаряжать от внешней сети. И здесь двигатель, так же, как и у всех гибридных подзаряжаемых китайцев, двигатель работает именно как генератор. Основная задача его зарядить батарею, и чтобы электромоторы уже крутили колеса, от этого автомобиль становится более мощнее. Тихий, во-первых. Во-вторых, точнее, он тихий. По дорогам Китая слышно только вот эти гибридные установки. Очень много электричек. Очень много вот этих плагин гибрид подзаряжаемых. И вот такой красавец, в общем, обойдется в России 4 миллиона 200 тысяч рублей. Хорошая вообще цена, на самом деле. Сейчас перейдем в салон. Там тоже все круто, все на мониторах. Голосовое управление. И вот я уже не помню, говорил или нет, что мы за свою поездку, ну, может, процентов 20 моделей покажем. Либо показали уже. А 80% еще там либо только вышли, либо мы не успели. Короче, здесь очень много тачек, друзья. Если интересно, какая-то из Китая. Найдем, посчитаем, купим. Ну, во-первых, здесь панорама во всю крышу. Мощно смотрится. Вы садитесь за водительское сидение. Монитор головного устройства. Он поворачивается немного на вас. Не знаю, будет в камере видно. Я сейчас ухожу. Ухожу. И монитор вернулся на место. Сажусь. Сейчас. Повернулся обратно. Собственно. Нихао. Надо название модели произносить по-китайски. Я не умею. Вот. С одной машиной мне удалось, кстати, пообщаться. Также здесь в каждую машину, в каждую модель они пихают беспроводные зарядки, собственно. Здесь маленький такой LED-дисплей приборной панели, который располагается над рулем. Он не бросается в глаза. Я думаю, там в передаче только показываются расход и скорость. Все остальное управление здесь идет с экрана. Есть подсветки, которые можно менять. Так же, как вот в Мерседесе, в Генезисах. Есть такая опция в супер дорогих машинах. Вот. А здесь 4 миллиона рублей на выходе. И все это присутствует. Экран точно можно перевести на английский, русифицировать. Но вот эти новые модели особенно, я думаю, будут проблемы пока. Если мы берем Чен Антон, Юнити, который официально продается, то его можно русифицировать. Но сейчас идет большая работа над этим, чтобы была возможность вообще всех китайцев перепрошивать. Включает меня режим расслабления. Кайфуем, ребята. Это люк открылся. Смотришь ночное небо на звезды, получаешь. Музычку включил. Молодцы, китайцы. Молодцы. Управление климатом тоже с голоса демонстрирует. О, маршрут прокладывает. На английском языке не поддерживается. Ну и камеры вот качественные вообще у них. Не во всех, конечно, китайцах, но вот в премиальных. Блин, премиальная тачка за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Я бы на самом деле не думаю, наверное, взял ее как минимум попробовать. На, вот, выбираем. С какого ракурса посмотреть. Как у крауна. Смотри, он светомузыку включил. Можно подумать, что еще сломался. Ну вот, он говорит, что можно написать поздравление с днем рождения. Там все дела. Все на этих экранах. То есть, все это добавляет интересности этим автомобилям. Потому что многие уже ругаются. Там японцы не делают ничего интересного. Китайцы сейчас вообще все, что угодно делают, чтобы привлечь к себе покупателя. Ну, а я скажу, что это у них и получается. Получается. Сема как раз поддерживает мои слова, что в премиальных тачках, да, вот это на ощупь все. Кажется, что, да, мега дорогое какое-то. И я говорю, что за 2,300, ну, здесь в Китае, вообще, я не думаю, я бы взял. Буфер установлен. Ну, качественный звук. Так, что вот тут у нас интересного еще предложит монитор. Ну, подогревы, соответственно, заднего, передних, массажи. Все это есть в этом автомобиле. Я даже уже не перечисляю. Потому что китайцы вот в новых моделях практически во все машины, там, дороже 2 миллионов рублей, пихают там подогревы, массажи, мониторы огромные. И так далее. Ну, и относительно недорого стоят при этом. И поэтому, мне кажется, народ и боится, типа, как там с качеством дела. Ну, вот сейчас вроде как все хорошо. По технической части тяжело сказать, потому что, ну, либо надо разбирать, краш-тесты проводить. Ну, я думаю, многие китайцы уже и прошли краш-тесты. Поэтому, друзья, давайте я, наверное, на этом закончу свой выпуск. Опять же, разговариваем много про качество. Вот так вот качество неплохое. Ну, есть, конечно, более дешевые марки, где там, очевидно, хуже качество. Здесь машины дороже, там, 2 миллионов рублей. Здесь конкретно, в Китае, он стоит, там, 2 миллиона 300 тысяч рублей. 2 миллиона 300 тысяч рублей. За такой автомобиль это очень даже дешево. Вот. Я думаю, пробовать можно, но, а вы свой комментарий по поводу китайца обязательно пишите, что вообще думаете, и взяли бы себе китайца. И если вам приглянулся какой-то китаец из этого видео, то обязательно напишите, какой. С вами был Константин, компания Priority Auto. Если нужен автомобиль из Японии, Кореи или Китая, контакты в описании. Обязательная рекламная часть, да, присутствует в наших видео. Ну, а, друзья, без этого никуда. Приехали ради вас в Китай, чтобы показать, самим пощупать, что предлагаем. Я думаю, было интересно. Все. Спасибо за просмотр. Удачи. Пока.